Всем привет! Меня зовут Наталья и вы находитесь на моем канале Все в жизни связано. И в сегодняшнем своем мастер-классе я хочу показать и рассказать вам, как вязать вот такой гольф с высоким воротником, который подойдет практически на все сезоны, будет согревать вас и одновременно украшать. Значит, модель эта связана реглам-погоном. Я вам покажу и расскажу, как это вяжется, кто еще не вязал данную модель. Если быть внимательным, то справится даже новичок. Сложного особенного ничего нет. Гольф связан сверху вниз, единым полотном без швов и связан, что примечательно, в одну нить ангоры. Эта толщина придает гольфу возможность носить его в разные сезоны, как под одежду зимой, так весной и осенью без одежды или у кого не очень жаркое лето. Итак, чтобы долго не отнимать ваше время, давайте приступать к главному. Итак, про пряжу и про инструменты. Вязать я буду из бобинной ангоры. Ее метраж 800 метров на 100 грамм. Это у меня ангора 60. Точнее, скорее всего, ангора 60. Это 700 метров на 100 грамм. Но я вязала и из ангоры 80. Вот она 800 метров на 100 грамм. Тоже вязала в одну нить. Все то же самое. Там практически незаметное различие в метраже. Поэтому 700 метров на 100 грамм или 800 метров на 100 грамм подходит и тот, и тот метраж. Итак, из ангоры бобинной в одну нить. Я буду вязать, значит, какие спицы мне понадобятся. Для горловины спицы номер 4,5. Для горловины рукавов спицы номер 4,5 длиной 40 сантиметров. И для тела изделия 4,5 длиной. Там как вам удобно леска. Я буду начинать от 60, потом увеличу до 80 длину. У меня просто здесь съемные спицы. Я рабочую спицу накручиваю нужного размера 4,5. А вторая спица у меня меньшего размера. И тогда пряжа удобно скользит и легко движется по леске и по спицам. Ну, если у вас нет разъемных, просто спицы 4,5 сантиметра метражом в 80 вполне подойдет. И маркеры для того, чтобы отделять сначала погон, потом рукава от тела, от переда и спинки. В принципе, это все. Ну, потом в конце уже нам понадобятся ножницы, игла с широким ушком, чтобы прятать хвостики. Может, кто-то крючком прячет хвостики. Это уже как кому нравится. В принципе, по инструментам это минимум. Теперь можно приступать к вязанию. Итак, вначале мы будем вязать горловину. Значит, будем набирать петли методом болгарский зачин. Количество петель будет разное. Зависит от того, какой размер вы будете вязать. Я буду вязать сейчас именно под мастер-класс размер L. Это у меня заказ поступил на такой свитер и я решила одновременно снять мастер-класс для того, чтобы показать вам все нюансы, как вяжется данная модель. Итак, я буду набирать 100 петель плюс 1 для замыкания в круг. Если у вас размер меньше, вы набираете на 4 петли меньше. Если у вас размер больше, вы набираете на 4 петли больше. И все. Значит, болгарский зачин набирается следующим образом, кто не знает. Первые две петли набираются обычным классическим способом. А дальше мы будем чередовать положение вот этого большого пальца. Итак, сейчас он у нас в таком положении, что нить сверху на нем, а мы меняем вот таким образом положение и подхватываем нить от большого пальца, дальше нить от указательного и провязываем вот такую петлю. Следующая петля идет обычная. Теперь снова мы меняем положение пальца и провязываем петлю. Теперь снова обычная классическая петля. Итак, чередуя смену положения большого пальца, мы с вами набираем необходимое количество петель. Показываю еще раз и будете набирать самостоятельно. Итак, вот таким образом завожу палец внутрь под нить и провязываю петлю. Следующая обычная. Снова завожу палец вниз и провязываю петлю. Следующая обычная. Все, набираем необходимое количество петель плюс одна петля для замыкания в круг самостоятельно. Итак, петли набраны, теперь замыкаем их в круг. Для этого с левой спицы на правую переснимаем последнюю петлю и последнюю петлю с правой спицы набрасываем на переснятую петлю и подтягиваем одну и вторую нитку. Теперь надеваем маркер и дальше все просто. Под камеру я вязать не буду. Мы вяжем с вами лицевой гладью по кругу горловину такой высоты, какой вам хочется. Кто-то может хочет повыше, кто-то хочет среднюю. Я буду вязать примерно 18 сантиметров горловину высотой. Можно 15, как вы будете вязать и можно параллельно примерить или прикинуть или если у вас есть свитер с высоким горлом, с высокой горловиной, можете по нему ориентироваться. Все, вяжем теперь по кругу необходимую длину горловины просто лицевыми петлями. Так, довязала я горловину нужного мне размера. У меня 18 сантиметров. И теперь в следующем ряду мне нужно расставить маркеры, отделив перед спинку петлями погонов. Значит, посмотрите, вот схема, я ее вот так приближу. Вы можете ее сделать скрин и потом по ней вязать росток. Значит, условно у вас количество петель может быть разным. Я расскажу принцип. Значит, нам нужно разделить петли переда и спинки на две равные части, но при этом нужно по две петли погон, по две петли выделить на каждый погон. Значит, у меня 100 петель. Значит, две петли один погон, две петли второй погон. Это 4. Я от 100 петель отнимаю 4, у меня остается 96. И вот эти 96 петель мне нужно разделить на две равные части. У меня получилось по 48 петель на спинку и на перед. И вот сейчас мы с вами расставим маркеры. Отделим вот этот погон и вот этот погон. И тем самым у нас петли спинки и петли переда будут разделены. Значит, как мы будем это делать? Вначале у нас идет маркер, который отличается от других маркеров, который будет обозначать начало ряда. Далее мы провязываем две петли первого погона лицевыми. Первая и вторая петля. Надеваем маркер и дальше провязываем количество петель спинки. У меня 48, у вас оно может отличаться в зависимости от размера. Итак, провязываем необходимое количество петель спинки самостоятельно. Так, провязала петли спинки, надеваю маркер и теперь две петли следующей линии погона. Две лицевые петли и снова маркер. И теперь вот эти петли переда провязываем до конца ряда с расстоятельно лицевыми петлями. Итак, маркеры мы с вами расставили и теперь будем приступать к вывязыванию ростка. Значит, схему я вам уже показала. Кто еще ни разу не вязал росток и не знает, что это такое и не знаком с принципами вязания, внизу под видео будет ссылка на отдельное видео, где я показываю и рассказываю, что это такое и как его вязать. Если вы внимательно посмотрите, вы поймете принцип и у вас вопросов никаких возникать не будет. Те, кто уже знаком и умеет это делать, просто вяжет самостоятельно по схеме, а те, кто новичок в этом деле или не уверенно еще вывязывает, будем вязать вместе со мной. Значит, что обозначает эта схема? Как вы уже поняли, здесь распределены петли на перед, спинку и на две регланные линии. Значит, мы с вами будем вязать росток поворотными рядами, то есть у нас будут лицевые и изнаночные ряды. Одновременно с вывязыванием ростка мы будем вдоль регланных линий делать прибавки, внимание, в каждом ряду. То есть и в лицевых и в изнаночных рядах мы вдоль этих линий погона будем с вами делать прибавки. С правой стороны мы будем делать прибавку с наклоном вправо, с левой стороны мы будем делать прибавку с наклоном влево. Это я все вам покажу. Дальше, что обозначают вот эти точки и цифры напротив этих точек? Эти точки означают точки разворота, там, где мы будем разворачиваться на другой ряд. А цифры обозначают количество петель, которые мы должны провязать до той точки, когда нам нужно развернуться. Когда мы приступим к практике, вы все это поймете на первых двух рядах и дальше вам будет очень легко и просто ориентироваться. Итак, давайте приступать. Вот это у нас начало ряда. По идее мы сейчас с вами как раз должны и находиться. Это там, где у нас висит маркер, отличный от других маркеров. И отсюда мы и начинаем. Сейчас у нас идет лицевой ряд. самый первый ряд в вязании, в вывязывании ростка. Итак, вот перед маркером, сейчас немножко уберу, чтобы вам было виднее. Вот перед маркером мы начинаем делать первую прибавку. Она у нас будет прибавка с наклоном вправо. Мы ее делаем из протяжки между двумя петлями. Мы поднимаем вот таким образом эту протяжку и надеваем на левую спицу. Так, чтобы вот эта левая стенка была вот так близко к нам и мы за нее подхватываем. И получается у нас как бы лицевая скрещенная. И провязываем лицевой петлей. И вот у нас наклон ушел вправо. Дальше переснимаем маркер и провязываем две петли регланной линии просто лицевыми петлями. Снова маркер переснимаем. И теперь у нас здесь должна быть прибавка с наклоном влево. Мы тоже поднимаем протяжку. Только надеваем ее теперь на левую спицу вот так в обратную сторону. И за заднюю стенку провязываем лицевой. У нас тоже получается лицевая скрещенная. Только наклон уже пошел влево. Дальше самостоятельно провязываем все петли спинки лицевыми петлями до следующего маркера. Так, дошла до второго погона. И делаю точно так же. В начале прибавка с наклоном вправо. Поднимаю протяжку. Надеваю на левую спицу. Вот таким образом. И за переднюю стенку провязываю лицевой петлей. Дальше две лицевые. И прибавка с наклоном влево. Поднимаю протяжку. Надеваю вот так на спицу. И за заднюю стенку провязываю лицевой. Итак, мы с вами оказались вот в этом месте уже на петлях переда. Смотрите, у нас первая цифра идет двойка. Это значит, нам нужно развернуться через две петли. Мы с вами провязываем две лицевые петли. Одна и вторая. И разворачиваемся на изнаночную сторону. Теперь мы должны с левой спицы на правую переснять последнюю петлю провязанную. Вот таким образом. И рабочую нить завести вот так назад за работу. И у нас из одной петли образуется вот такая двойная петля. Вот такая двойная. Это у нас первая точка разворота. Мы перешли с вами на изнаночный ряд. И весь изнаночный ряд мы будем вязать изнаночными петлями. Значит, для тех, кто еще не уверенно вяжет росток, я предлагаю отмечать пройденные точки разворота для того, чтобы не запутаться. Вот у нас первая эта цифра. Вот первая точка разворота. Я вот так ставлю галочку. Мы ее прошли. Итак, развернулись на изнаночную сторону. И до маркера вяжем все петли изнаночными. И вот у нас маркер. И теперь нам нужно делать снова прибавку. Значит, мы поднимаем тоже протяжку. Надеваем теперь в обратном порядке. Вот таким образом. Значит, в лицевом ряду мы первую прибавку вот так надевали на спицу, а вторую прибавку вот так. То теперь мы в изнаночном ряду первую прибавку надеваем так, как мы вторую надевали в лицевом. И теперь за заднюю стенку вот так подхватываем нить и за заднюю стенку провязываем изнаночной скрещенной петлей. вот таким образом дальше две петли регланной линии и теперь с левой стороны мы вот так надеваем на спицу и провязываем теперь за переднюю стенку тоже изнаночной скрещенной вот так все дальше петли спинки вяжем изнаночными самостоятельно до следующего маркера дошла до следующего погона и точно также поднимаю протяжку и надеваю вот таким вот таким образом и теперь за заднюю стенку подхватываю и провязываю изнаночной скрещенной теперь 2 изнаночные петли погона и левая прибавка надеваю теперь в обратную сторону на спицу и провязывая изнаночной скрещенной за переднюю стенку так мы с вами оказались вот здесь на вот этой стороне и у нас тут написано тоже через две петли мы должны развернуться но когда мы начинали с вами самый самый первый ряд мы вот здесь перед первым маркером уже сделали прибавку так вот ее мы не считаем но ее провязываем и дальше провязываем еще две петли вот это у нас была первая самая прибавка в самом первом ряду и теперь мы провязываем 2 изнаночные петли и разворачиваемся на лицевую сторону отмечаем вот эту пройденную точку разворота и мы с вами оказались в лицевом ряду переснимаем делаем то же самое переснимаем последнюю петлю с левой спицы на правую и теперь только не назад а вот так вперед заводим рабочую нить и у нас вот образуется вот такая двойная петля на месте разворота и так теперь мы вышли на лицевой ряд и вяжем до маркера все петли лицевыми вот мы дошли до маркера и теперь делаем прибавку с наклоном вправо так как делали в лицевых рядах поднимаем протяжку вот таким образом надеваем на спицу и за переднюю стенку провязываем лицевой дальше 2 петли рик погона и теперь прибавка будет у нас с наклоном влево зацепилась сейчас найду где здесь так прибавка с наклоном влево поднимаю протяжку надеваю вот таким образом и за заднюю стенку провязываю лицевой все дальше самостоятельно вяжем петли спинки лицевыми так вторая лицевая погона делаем лицевом ряду прибавку с наклоном вправо поднимаем протяжку надеваем на левую спицу за переднюю стенку провязываем лицевой дальше 2 лицевые и прибавка с наклоном влево накидываем в обратную сторону и за заднюю стенку провязываем теперь мы с вами уже оказались на этой стороне мы с вами вяжем лицевыми петлями до двойной нашей петли которая была у нас точкой разворота в том в прошлом лицевом ряду и так вот у нас это двойная петля мы вот так заводим спицу под обе стенки и провязываем ее лицевой и подтягиваем хорошо дальше у нас снова идет цифра 2 значит мы должны провязать 2 петли и развернуться после провязанной двойной петли провязываем 2 лицевые и разворачиваемся на изнаночную сторону отмечаем пройденную точку разворота вот ближе покажу вот я отметила ее и теперь переснимаю с левой спицы на правую последнюю провязанную петлю и завожу рабочую нить за работу образовывая вот такую двойную петлю и теперь изнаночными петлями вяжу все до маркера вот провязала до маркера и теперь делаем прибавки в изнаночном ряду поднимаю протяжку и вот таким образом надеваю на спицу и теперь подхватываю вот так заднюю стеночку и провязываю за заднюю стенку изнаночной скрещенной петлей 2 изнаночные петли погона и теперь левую прибавку поднимаю протяжку и вот так надеваю на спицу и теперь за переднюю стенку провязываю скрещенной изнаночной петлей все петли спинки самостоятельно вяжем изнаночными до следующего маркера так вторая лень линия погона тоже делаю сначала правую прибавку поднимаю протяжку надеваю на спицу и провязываю за заднюю стенку изнаночной 2 изнаночные погона и прибавка с наклоном влево поднимаем надеваю на спицу и за переднюю стенку провязываю изнаночной и теперь вяжу до двойной изнаночной петли вот у нас это двойная изнаночная петля мне ее нужно провязать изнаночной для этого я правую спицу завожу с обратной стороны под обе стенки под обе стенки и провязываю изнаночной петлей вот так и подтягиваю дальше у нас здесь снова через две петли разворот поэтому я провязываю 2 изнаночные петли и разворачиваюсь на лицевой ряд отмечаю провязанные точку разворота провязанную и вот смотрите мы два раза развернулись в лицевом ряду и два раза уже развернулись в изнаночном ряду и так дальше переснимаем с левой спицы на правую последнюю петлю и заводим рабочую нить вперед образуя двойную петлю дальше лицевыми петлями провязываем до маркера довязали и теперь делаем прибавку с наклоном вправо как мы делали в лицевых рядах вот так набросили нить и за переднюю стенку и провязали лицевой 2 лицевые погона и прибавку с наклоном влево подняли надели и за заднюю стенку провязали все петли спинки вяжем лицевыми самостоятельно до следующего маркера и вторая линия погона делаем прибавку с наклоном вправо за переднюю стенку провязываем лицевой 2 лицевые и прибавка с наклоном влево за заднюю стенку провязываем так а теперь вяжем до двойной петли вот у нас двойная петля мы ее провязываем под обе стенки подхватываем рабочую нить и провязываем лицевой петлей смотрим на схему дальше у нас снова разворот через две петли дальше мы провязываем две лицевые петли и разворачиваемся на изнаночную сторону отмечаем пройденную точку разворота переснимаем с левой спицы на правую последнюю петлю и заводим рабочую нить назад образуя двойную петлю вот так и теперь изнаночными петлями вяжем до маркера и теперь делаем прибавки в изнаночном ряду поднимаем протяжку и надеваем вот таким образом на спицу и за заднюю стенку вот так подтягиваем ее и провязываем изнаночной скрещенной петлей дальше 2 изнаночные и прибавка следующие вот таким образом надеваем и за переднюю стенку изнаночной скрещенной все петли спинки вяжем самостоятельно изнаночными петлями до маркера и так дошла до маркера делаю прибавку первую за заднюю стенку изнаночной дальше 2 изнаночные и прибавка 2 за переднюю стенку теперь изнаночными петлями довязываем до двойной изнаночной петли вот она у нас двойная изнаночная петля мы вводим с обратной стороны под обе стенки спицу и изнаночной петлей провязываем эту петлю дальше смотрим на нашу схему через две петли нам нужно развернуться провязываем 2 изнаночные петли и разворачиваемся на лицевую сторону отмечаем пройденную точку разворота переснимаем с левой спицы на правую петлю и заводим рабочую нить вперед образуя двойную вот такую и теперь лицевыми петлями вяжем до маркера как вы уже смогли убедиться все ряды вяжутся аналогично единственное что нужно следить за количеством указанным вот здесь количество петель до следующей точки разворота и так дошла до линии погона делаю прибавку с наклоном вправо провязываю за переднюю стенку дальше 2 лицевые петли и и прибавку с наклоном влево за заднюю стенку дальше все лицевые петли спинки провязываем самостоятельно дошла до втал до 2 линии погона и делаю прибавку с наклоном вправо за переднюю стенку 2 лицевые и прибавку с наклоном влево за заднюю стенку и теперь вяжу лицевыми петлями до двойной лицевой петли вот у нас двойная лицевая петля завожу спицу под обе стеночки и провязываю лицевой и подтягиваем смотрю на схему здесь у нас разворот и через две петли провязываю 2 лицевые петли и разворачиваюсь на изнаночную сторону отмечаю пройденную точку разворота и делаю то же самое переснимаю последнюю петлю с левой спицы на правую завожу рабочую нить назад образуя двойную петлю и теперь до маркера провязываю все петли изнаночными дошла до маркера и делаю прибавку за заднюю стенку подхватываю рабочую нить провязываю изнаночной скрещенной дальше 2 изнаночные и прибавка следующие вот таким образом за переднюю стенку подхватываю и провязываю все петли спинки вяжем самостоятельно изнаночными петлями дошли до маркера и точно так же в изнаночном ряду делаем первую прибавку за заднюю стенку 2 изнаночные и 2 прибавка за переднюю стенку и теперь вяжем изнаночными петлями до двойной изнаночной до точки разворота в предыдущем ряду нет еще не нашел вот а нет вот она вот она двойная изнаночная петля завожу под обе стенки спицу с обратной стороны и провязываю изнаночной петлей и подтягиваю смотрю на схему разворот через две петли провязываю 2 изнаночные петли и разворачиваюсь здесь отмечаю точку разворота и вот теперь смотрите там где у нас разворот через две петли это четыре раза на лицевой стороне и четыре раза на изнаночной мы их уже прошли и теперь мы с вами будем разворачиваться через три петли то есть мы вышли на лицевой ряд сейчас будем провязывать все вот эти петли вот здесь про вяжем двойную петлю точки разворота и дальше у нас будет разворот не через две петли как мы здесь вязали а через три петли я сейчас с вами провяжу вот лицевой ряд через три петли где мы развернемся изнаночный ряд и мы развернемся через три петли и дальше вот эти ряды вы провяжите самостоятельно потому что они вяжутся точно так же как и все предыдущие нет смысла их под камеру вязать итак мы с вами развернулись на лицевой ряд переснимаем с левой спицы на правую последнюю петлю и заводим рабочую нить вперед образуя двойную петлю и теперь до маркера провязываем все петли лицевыми так довязала до маркера и делаем прибавку с наклоном вправо за переднюю стенку лицевой 2 лицевые и прибавка с наклоном влево за заднюю стенку лицевой все петли спинки вяжем самостоятельно лицевыми петлями и здесь тоже самое возле 2 2 линии погона прибавка с наклоном вправо за переднюю стенку 2 лицевые и прибавка с наклоном влево за заднюю стенку и теперь вяжем лицевыми до точки до двойной петли лицевой так вот она двойная петля провязываю ее за обе стенки лицевой и смотрю на схему далее по схеме у нас разворот через три петли я вяжу 3 лицевые петли 1 2 3 разворачиваюсь отмечаю на схеме пройденную точку разворота переснимаю последнюю петлю с левой спицы на правую завожу рабочую нить назад образуя двойную петлю и теперь изнаночными петлями вяжу до маркера так вяжем до маркера изнаночными петлями дошла и делаю прибавку за заднюю стенку сначала подхватываю провязываю изнаночной 2 изнаночные петли погона и за переднюю стенку тоже провязываю изнаночной все петли спинки вяжем изнаночными самостоятельного самостоятельно до маркера дошла до 2 погона тоже делаю сначала прибавку за заднюю стенку провязываю изнаночной 2 изнаночные самого погона и прибавка за переднюю стенку изнаночной так теперь изнаночными петлями вяжем до двойной изнаночной петли так вот она двойная изнаночная петля провязываю ее изнаночной с обратной стороны подобие стенки ввожу спицу и провязываю изнаночной и подтягиваю дальше смотрю на схему в изнаночном ряду у нас разворот через три петли я провязываю 3 изнаночные петли и разворачиваюсь на лицевую сторону отмечаю точку разворота переснимаю с левой спицы на правую петлю и завожу рабочую нить сейчас секунду и завожу рабочую нить вперед образуя вот такую двойную петлю и выхожу на лицевой ряд все дальше я не буду с вами вязать прям каждую петлю потому что все ряды вяжутся абсолютно одинаково это просто но бессмысленная будет работа вот мы с вами только что развернулись в этом месте дальше мы идем в лицевом ряду доходим до маркера делаем прибавку с наклоном вправо за вторым маркером прибавку с наклоном влево провязываем все лицевые петли спинки доходим до следующего погона делаем прибавку с наклоном вправо и с наклоном влево дальше вяжем до двойной лицевой петли провязываем ее и следующая у нас точка разворота через три петли то есть мы после двойной петли провязываем 3 лицевые и разворачиваемся на изнаночный ряд вяжем все петли изнаночными делаем прибавки снова все петли изнаночными делаем прибавки дальше вяжем изнаночными до двойной изнаночной петли и дальше провязываем 3 петли изнаночных и разворачиваемся и так далее до тех пор пока мы не провяжем с вами вот 3 лицевых ряда и 3 изнаночных ряда на чем я значит вяжем эти шесть рядов самостоятельно встречаемся уже в последнем ряду вот в этой точке и дальше я вам покажу как мы будем выходить на круговое вязание все вяжем дальше самостоятельно и используя тот принцип который я вам показала и так вот я сейчас в изнаночном ряду и я вот в этом месте где была последняя у меня . разворота двойная изнаночная петля вот она у меня двойная изнаночная петля я ее провязываю так вместе двойной как мы это делали на протяжении всего вывязывания ростка подтянула и вот у меня остались осталась последняя точка разворота через три лица 3 изнаночных петли я провязываю первую вторую и третью изнаночную петлю все отмечаю последнюю точку разворота вот я все прошла в лицевом ряду и все прошла в изнаночном ряду разворачиваюсь на лицевой ряд из этого момента мы у нас изнаночных рядов больше не будет мы с вами выходим на круговое вязание по кругу только лицевыми петлями и так перри снимаем на правую спицу последнюю петлю заводим вот так нить образуя двойную петлю и следующий ряд вяжем по кругу лицевыми петлями самостоятельно так как вы вязали все все предыдущие ряды ростка делая прибавки точно также правую и левую прибавку вдоль одного погона и правую левую прибавку вдоль другого погода и вяжем с вами вот так по кругу лицевыми петлями до самой последней двойной петли которая у нас была в прошлом лицевом ряду все довязываем до той петли и я покажу как мы будем переходить с вами на круговое вязание вот я дошла до двойной лицевой петли вот это вот эта последняя точка разворота которая была в прошлом лицевом ряду провязываю как обычно вместе под обе стенки и дальше вяжу продолжаю вязать лицевыми петлями уже не разворачивайся продолжаю вязать в лицевом ряду лицевыми петлями пока не дойду до вот этой двойной петли которая была у нас в изнаночном ряду и так вяжу лицевыми по кругу до двойной петли так вот она у нас то двойная петля значит что мы делаем значит вот эту вот последнюю петлю которую я провязала я ее распущу и провяжу вместе с половинкой вот этой двойной петли вот так лицевой таким образом и подтяну и дальше провязываю лицевая лицевая и дальше вяжем лицевыми петлями до конца ряда до маркера который обозначает у нас начало следующего ряда все росток у нас связан мы вышли с вами на круговое вязание и теперь будем вязать по кругу значит теперь что мы делаем значит вот у нас линия погона которая образовалась значит для разных размеров она должна быть разного размера значит на размер xs с ее будет достаточно 6 7 сантиметров на размер мл она должна быть 7 8 сантиметров на размер xl 2 xl 8 9 сантиметров и если больше размер то там около 10 сантиметров и так я вижу на размер l у меня пока эта линия 6 сантиметров поэтому я продолжаю просто вязать по кругу увеличивая длину моего моей линии погона увеличиваю я длину точнее дело вяжу по кругу лицевыми петлями делая прибавки вдоль линии погона правую или вас правую левую прибавки как мы с вами делали всегда в лицевых рядах и так первая прибавка у нас наклоном вправо провязывается за переднюю стенку скрещенной лицевой 2 петли погона и левая прибавка у нас провязывается набрасывается и провязывается за заднюю стенку и дальше все петли лицевыми все вы продолжаете вязать вот так по кругу большему ничего пока не меняем пока не свяжем необходимую длину линии погона и так вяжем до тех пор пока линия погона не достигнет нужного размера прибавки делаем в каждом ряду и так у меня готова рекламная линия на мой размер она 8 сантиметров я вижу размер или у меня 8 сантиметров и теперь я могу переходить к вывязыванию рукавов